Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами сегодня хотел бы коротко порассуждать, поразмыслить на тему пресыщения, пресыщения в пище. Очень часто, когда у нас бывает плохое настроение, мы едим, и не от того, что мы ощущаем потребность или голод, а чтобы этой вкусной пищей изменить наше мышление и отношение к тем событиям, которые происходят в нашей жизни или в окружающей действительности. И действительно, стрессов очень много, информации очень много, и как это все переварить, конечно же, негативного, доминирующего восприятия намного больше, чем позитивного. И тогда это может приводить отчасти не только к пресыщению в пище, но также к блуду, или к разного рода лудомании и горном зависимости, или другим каким-то пристрастиям, которые вводят человека из реального мира, но не помогают ему, а наоборот, вредят. И поэтому пресыщение в пище имеет место быть. И давайте обратимся к Библии, это будет «Премудрость Иисуса, сына Серахова, 37 глава, с 32 по 34 стихи». И прочтем их. 32 стих. «Не присыщайся всякою снестью, и не бросайся на всякие снеди». Следующий стих. «Ибо от многоедения бывает болезнь, и присыщение доводит до холеры». И 34 стих. «От присыщения многие умерли, а воздержанные прибавят себе жизни». Итак, есть напрямую связь между количеством пищи, которую есть человек, и его здоровьем. И об этом нам напоминает Библия, и об этом нам необходимо помнить. Как недостаток пищи, так и ее избыток приводит к болезням. Просуждайте вы на эту тему, а желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует.